В прямом эфире новости в студии Екатерина Забинько. Здравствуйте! Парламентские выборы в Беларуси состоялись. Явка по республике составила 74,8% отнесенных в списки избирателей. В законотворческий сезон этой осенью начнут 110 избранных депутатов в Палаты представителей. Сделав свой выбор, белорусы еще раз подтвердили свое неравнодушие к будущему страны. Окончательные итоги выборов Центр-Избирком планируют подвести к концу текущей недели. Об этом сообщила глава цикли Дия Ермошина сегодня во время пресс-конференции в информационном центре во Дворце Республики. Председатель Центра-Избиркома также озвучила последние данные о явке избирателей и назвала обновленный состав депутатского корпуса. В эти минуты в информационном центре мнением о парламентской кампании делятся наблюдатели. И все подробности нам готова сообщить моя коллега Яна Шибко. Она на прямой связи. Яна, здравствуйте, вам слово. Добрый день, Екатерина. Снова приветствую вас из информационного центра во Дворце Республики, где в эти минуты подводятся итоги выборов 2016. Ну и прямо сейчас в малом зале, где разместился международный пресс-центр, идет пресс-конференция миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества. Свою оценку выбором дает генеральный секретарь. И у нас есть уникальная возможность в прямом эфире на наши вопросы ответит заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества господин Ван Кайвейн. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вчера вы лично побывали как минимум на шести участках вместе с генеральным секретарем, да и ваши наблюдатели работали в разных уголках страны, от Бреста до Витебска. Должна была сложиться такая всеобъемлющая картина выборов. Какая оценка получилась? Что можете сказать о ваших впечатлениях? Ну я думаю, что у нас оценка такая положительная, поскольку мы просто получили удовольствие во время нашего маритонинга за проведением выборов. Я думаю, что это праздник, на который избиратели белорусской и белоруссии приходили и в таком праздничном настроении, с большой ответственностью за судьбу своей страны каждый выполнял свой гражданский долг, отдавали свои голоса за развитие своей республики. То есть вы удивились, было многолюдно на участках? Конечно, первоначально мы ранним утром, где-то к 8 мы приходили на пункты, то есть на участки, но тогда еще как-то не очень. Но потом уже потихонечку-потихонечку и многолюдно, и танцы, песни, там это люди с хорошим настроением, и это нас очень-очень радует. Высокие явки, явки, да, высокие явки, это очень солидно, 70, то есть 3 из 4 избирателей присутствовали на выборах, это нас очень радует, потому что Белоруссия это наш государственный наблюдатель нашей организации, и мы очень рады, что мы имеем возможность, имеем честь присутствовать на таких мероприятиях. Вот приятно ли наблюдать такой высокий интерес политической жизни в стране со стороны наших жителей, потому что порой на фоне выборов в Европе, где такая, можно сказать, апатия? Конечно, конечно, для нас это очень важно, поскольку в прошлом году Беларусь и стала уже государственным наблюдателем нашей организации. Ну, как бы мы здесь присутствуем как наблюдатели, но мы действительно рады за нашего наблюдателя, нашей организации, я имею в виду за Республику Беларусь, которая достигла такой большой успех в развитии своей страны, в развитии демократии и в повышении жизненного уровня населения. Это все благодаря мудрому руководству Республики Беларусь. Особенность нынешних выборов не было ни одного безальтернативного округа, то есть везде такая высокая конкуренция. Несмотря на это, люди шли на участки и знали своих кандидатов, то есть это говорит и о широкой работе средств массовой информации, то есть эти выборы больше запомнятся? Конечно, информационные обеспечения очень важно, и мы тоже заметили, здесь очень высокий уровень организованности, и вероятно, это были большие работы по подготовке проведения этого выбора. Это очень важно, чтобы каждый знал, как надо... чтобы... Голосовать? Да. Порой существует как будто некоторые предвзятые со стороны некоторых западных наблюдателей. Ваши наблюдатели не менее эксперты тщательно, скрупулезно работали, наблюдали за ходом выборов. Что можете сказать на этот счет? Ну, мы серьезно работаем, это наша миссия, это наша миссия, мы честно выполняем, выполнили нашу миссию, я думаю, что это необходимо так. Ну, бывают люди в мире, люди, которые... им всем не нравится. Но я думаю, что здесь, поскольку мы увидим, поскольку мы увидели, это здесь выборы состоялись, строго в соответствии с законодательствами Республики Беларуси и в соответствии с международными правилами, и состоялись выборы, они такие прозрачно, демократично и свободно. Ну, это наша общая такая оценка, которую мы вчера вечером, поздней ночи, мы работали над текстом заявления нашей миссии. Я знаю, что вы приехали в Беларусь уже около недели назад и посетили много очень участков, но тем не менее, было ли свободное время? И вот поскольку до этого, как вы рассказали до эфира, были в Беларуси много лет назад, вот может быть, какое сравнение? Естественно. И что-то помнилось? Кроме работы мы здесь тоже наслаждаемся природой Беларуси. Город Минска нам очень понравился, это чистый такой, везде порядок, везде ухоженно, это нас очень радует. Просто мы здесь находимся, как бы нам очень приятно, очень приятно здесь находиться среди вас, вместе с вами, и мы рады успеху Республики Беларусь. Я надеюсь, у вас еще будет время поближе познакомиться с Беларусью. Спасибо большое за беседу на наши вопросы. В прямом эфире отвечал заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, господин Ван Кайвейн. Чуть меньше часа назад здесь, в информационном центре, также итоги выборов подвела глава ЦИК Лидия Ермошина, и, как она сама сказала, это была такая горячая информация, но уже можно подводить некоторую статистику. Как мы уже знаем, явка составила не менее 75% избирателей. Этот показатель практически идентичный прошлой парламентской кампании, которая прошла 4 года назад. Есть некоторые отличия. Например, состав прекрасной половины депутатского корпуса увеличился. Сейчас он составляет около трети Нижнего парламента. Ну и также среди народных избранников нынешнего созыва будет немало известных личностей. Среди них и певица Ирина Дорофеева, и олимпийский призер, и даже дипломаты. Ну и кроме того, можно говорить о такой приятной традиции преемственности белорусского парламента. 28 депутатов избрались повторно. Кроме того, активными были и политические партии различные. Предлагаю послушать, что рассказала об этом Лидия Ермошина. В парламенте будут представлены Либерально-демократическая партия в лице одного депутата, Белорусская патриотическая партия – три депутата, Объединенная гражданская партия – один депутат, Республиканская партия труда и справедливости – три депутата, и Компартия Беларуси – восемь депутатов. Повторно избрано 28 депутатов нынешнего уходящего парламента. В информационном центре также прошла и пресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ. Она была самой многочисленной. Около 300 представителей следили за ходом выборов. Подвели также свои окончательные итоги, оценили прозрачность выборов и высокий профессионализм организации. Кроме того, инновации в избирательном законодательстве. Я предлагаю послушать, что рассказали во время пресс-конференции глава миссии. Выборы 11 сентября 2016 года проведены в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством Республики Беларусь. Прошедшие выборы соответствовали принципам проведения демократических выборов, были прозрачными, открытыми и свободными. Избирательная кампания прошла в спокойной атмосфере, в духе открытой конкуренции и на высоком организационном уровне. Вот такие наши выводы. Надо отдать должное высокой организации на избирательных участках и соответствующим образом была продемонстрирована большая демократичность, демократичность самого выбранного процесса, которые выражались в том, что в избирательных комиссиях были представители различных политических партий и общественных движений. Ну и как можно наблюдать за моей спиной прямо во время нашего прямого включения закончилась последняя на сегодня пресс-конференция миссии наблюдателей ШОС. На этом можно считать информационный центр выборов 2016 завершил свою работу. Ну а этот понедельник станет одним из самых насыщенных актуальными дискуссиями, в том числе и международными наблюдателями. Мнение экспертов еще, мнение сотен экспертов еще будут звучать на различных площадках и также в средствах массовой информации. Екатерина. Спасибо, Яна. С последними новостями из информационного центра ЦИК во Дворце Республики была наш корреспондент Яна Шибко. Фамилия тех, кто по предварительным данным этой осенью придет работать в овальный зал, обнародовал центр сберком. Со списком обновленного состава депутатского корпуса можно ознакомиться на официальном сайте ЦИК. Широко освещали парламентские выборы в Белоруссии и в зарубежных СМИ. Целую подборку материалов опубликовало информационное агентство РИА Новости. То, что выборы состоялись, стало ясно уже к середине дня. По состоянию на 14.00 в голосовании приняли участие более 50% избирателей. Выборы в парламент состоялись во всех округах и избран новый состав парламента. ТАСС не оставила без внимания новый состав парламента. Информационное агентство России назвало выборы самыми толерантными. Парламентские выборы в Белоруссии проходят в соответствии с законодательством. Нарушений не зафиксировано. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС, член ЦИК России Сиапшах Шапиф, который следит за ходом голосования в составе миссии наблюдателей от СНГ. О том, что шестой созыв Палаты представителей Национального собрания Белоруссии избран, написал портал Вести.ру. По результатам прошедших сегодня выборов Палата представителей Национального собрания Белоруссии нового созыва избрана. Жалоб на серьезные нарушения, которые могут повлиять на результаты голосования, на выборах нет. Кроме этого, выборы освещали наши китайские коллеги. Материалы появлялись на лентах информагентства Синьхуа и в эфире китайской телерадиокомпании СиСи ТиВи. Также материалы выходили в ряде украинских, литовских, эстонских СМИ, Казахстана и других стран СНГ. Каким будет новый шестой созыв Палаты представителей Национального собрания Республики Белоруссии предрешено. Выбор сделан. И каждый, кто голосовал, делал его осознанно. Так чего же ждут белорусы от депутатского корпуса и какие надежды возлагают на парламентариев? Народное мнение в следующем опросе. Актуальных проблем на сегодня на мировой повестке более чем достаточно. И глобальная преступность, и миграция, и в принципе безопасность. Безопасность любой страны сейчас под очень большой угрозой. Поэтому, ну конечно же, очень хотелось бы, чтобы законодатели обращали внимание именно на это. Мы ожидаем от нового парламента каких-то действенных законов, очень нужных для нашего государства. Я профессор сам, главный редактор медицинской газеты. Поэтому я ожидаю большего внимания к труду медиков, к учителям, врачам и вообще к интеллигенциям. Я думаю, это сфера как здравоохранения, как сфера образования. Я думаю, также все, что связано с спортом и развитие спортивного духа населения, молодежи. Я думаю, вот в этом. Хотелось бы, чтобы наши депутаты, выбранные народом именно, понимали нужды народа, понимали их людские потребности. Прежде всего, благоустройство города. И не только по центру, а во дворах, наше ЖКХ, реформирование. Вот хочется таких законов, вы понимаете, реальных. Чтобы было больше уступок для молодых бизнесменов, которые только-только еще начинают свой первый шаг в этой жизни. И чтобы немножко послабела, скажем так, система налогов и сборов для этих вот людей. И к другим новостям. Профессиональный праздник сегодня у следователей. Свои поздравления руководству и личному составу Следственного комитета Республики Беларусь направил президент Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что ведомство проявило себя как важнейшая составляющая системы правоохранительных органов страны. Ведя предварительное следствие по самым сложным и опасным категориям правонарушений, вы способствуете искоренению преступности на белорусской земле. От вашего профессионализма зависят человеческие судьбы и вера людей в торжество справедливости. Установить истину ваш долг и вы его ежедневно с честью выполняете, обеспечивая принципы законности. Говорится, в поздравлении. И последние радостные новости этой ночью вновь пришли из столицы Бразилии. Медальная копилка паралимпийской сборной на играх в Рио пополнилась еще одной медалью. Бронзу в плавании на дистанции 100 метров брасом завоевал Игорь Боки. Боки является одним из самых титулованных белорусских паралимпийцев. На пьедестал главных стартов четырехлетия он поднимался уже девять раз. В личной копилке спортсмена семь золотых, одна серебряная награда и одна бронза. И на этом у меня пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск в 13.30. До встречи!